Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня без фанатизма. И сегодня, друзья, я предлагаю вам рецепт блюда не для диеты, а скорее даже очень даже наоборот, нарушения диеты. Но, тем не менее, такой рецепт пригодится почти в каждой семье на праздники. Это будет очень вкусная рулька. Сначала отваренная в кипящей воде, а затем запеченная в печи с разными травами и приправами. Завтра в нашей семье праздник у моего супруга и главы нашего семейства, день рождения. И я буду готовить некоторые вещи. Вот эту рульку запекать. И ещё я буду запекать рыбу в новой в нашей печке. И сегодня я вам начинаю подготавливаться к этому приготовлению и показываю первый этап приготовления. Начинаю готовить. Значит, для этого мне понадобится, во-первых, рулька. Вот такая у меня рулька. Разная. Один побольше. Передняя, задняя. Вот такие кусочки. И, во-первых, мне нужно удалить из рульки кость. Я сначала делаю надрез и буду вырезать косточку. И вот так вот вдоль косточки отсоединяем вот косточку от мяса. Вот она уже выходит. Так, вот косточку я вырезала. Теперь нужно мясо вот так сделать надрез и развернуть его. А эта косточка для холодца ещё пригодится. Ну и конечно. Ну вот, первая рулька у меня готова. Вот такая она получилась. Все остальное так же. Да. Вот вторую рульку тоже я разделала. Она у меня вот такая получилась. Довольно длинная. Я её перережу пополам на два рулетика. Так, вот, друзья, я все рульки обработала. Значит, смотрите, вот здесь был лишний кусочек мяса, а вот здесь его не хватало. Я его срезала и положила вот сюда, чтобы мясо везде было равномерно, на всех кусочках. Теперь каждый кусочек внутри я слегка присаливаю и добавляю приправы. У меня сушёный чеснок. Можно использовать, конечно, свежий. Разница не очень большая, но мне сушёный больше нравится. Он как-то приятнее, не такой агрессивный. После этого целоваться можно, да? Можно, да. Далее я посыпаю молотым кориандром, чёрным молотым перцем и паприкой. И теперь я сейчас скручу это в рулет и вот такой вот верёвочкой, пенькой всё это свяжу. Вот так вот, плотненько, с тонкой стороны, более узкой. Видите, вот здесь шире, вот здесь уже. С этой стороны я начинаю скручивать. И вот так вот аккуратненько я весь рулетик перевязываю. Так, ну вот первая рулька у меня готова. Вот такая вот колбасятина типа. Всё, так же делаем все остальные. Ну вот, друзья, рулька наша подготовлена. Вот такая вот у нас симпатичная. И теперь будем складывать её в кастрюлю. Я использую казан вот такой. Добавляю, значит, сюда свежие листья мяты. Прямо штук пять. Не листья, а ветками, да. Чебреца тоже три-пять штук. Можно использовать и сухой тоже. Это не имеет значения. Здесь у меня вот три листа амаранта. Но это я для цвета, это не обязательно. А вот мята и чебрец, это обязательно. Ну, кто хочет, кто не хочет. Да, так вкуснее для тебя. В принципе, можно травы использовать на свой вкус. Но, на мой взгляд, вот это соотношение трав и специй наиболее оптимальное. Сюда же я добавляю штук пять-шесть лавровых листиков, десять горошин чёрного перца и пять штучек гвоздики. На травы я кладу рульку подготовленную. Красота! Плотно уложила. Теперь ещё сюда укладываю. У меня две крупных луковицы, порезанные пополам. И две небольшие морковки также я порезала пополам. И теперь всё это заливаю горячей водой. Лук можно было не пополам, целиком. Ну, можно целиком. Пополам удобнее ложить, раскладывать. И я всё понял. Залила горячей водой я примерно на два сантиметра над рулькой. И теперь доводим до кипения. Рулька закипела. Я добавила одну чайную ложку с горкой сухого базилика. Теперь солю по вкусу. И огонь убавляю на маленький. Прикрываю крышкой и готовлю один час. Варю один час. Через час я выключаю и оставляю до полного остывания. Ну, у кого как это, два-три часа. Когда остынет, только тогда рульку достаю. А дальше уже будем готовить завтра. То есть в нашем случае завтра. Завтра, да. Продолжать будем дальше. Друзья, прошла ночь. И первым делом с утра я проснулась, разожгла печь. Вот огонь у меня уже вот так вот весело горит. Всё. Пока у меня печь разгорается, я сейчас пойду намажу свою рульку приготовленным маринадом. И рыба у меня там ещё есть. И после этого буду запекать вот в этой печи до румяности. Вот так вот. Ну вот, друзья, моя рулька. Я её вчера подготовила, сварила за ночь. Она хорошенько остыла. Я её протёрла полотенцами бумажными, обсушила, так сказать. И сейчас намажу своим маринадом. Ну, лежала в этом, в рассоле. В бульоне, да. До полного остывания. Да. Значит, теперь я беру 4 столовые ложки растительного масла. Добавляю сюда 1 столовую ложку лимонного сока. 1 чайную ложку молотого кориандра. 2 чайные ложки с горкой паприки сладкой. Пол чайной ложечки соли. И половинку чайной ложки мёда. И всё хорошенько перемешиваю. Всё перемешала. И теперь смазываю рульку равномерно со всех сторон. Рулька уже готова. Его можно есть. Практически готова, да. Ну, мы будем ещё в печке, как, так скажем, сделать горячее копчение, типа того. Да. Всё. Всю рульку я намазала. Вот такая она симпатичная. Осталось только запечь. Всё. Так. И ещё я также буду в печке запекать вот такую рыбку. У меня карп. Вот такой красивый, зеркальный. Я также его намажу своим волшебным маринадом. Со всех сторон. И внутри тоже. Красота. Горит помпейская печь. Так. Ну вот, друзья, рыбка тоже готова. Вот такая вот красота у меня получилась. Перед тем, конечно, как смазать её маринадом, мой муж её почистил. Мне он не доверяет рыбу. Сам чистит всегда. Почистил, промыл, всё подготовил. И я уже смазала. Смазала везде. И внутри тоже. Вот так вот. И вот в таком виде будем запекать. Рыба получается просто восхитительная. Вот этот маринад, он прям делает чудеса. И дровольной печь помпейская. И печь. Натуральная печь, конечно. Ну вот, друзья, я уже одела всё на шампура. И рульку подготовленную. И рыбу. Вот такой вот подарок я приготовила мужу на день рождения. Такой вот стол у меня будет. Всё. Осталось запечь. Печь уже побелела. Угли в сторону разгребли. Поставили устройство для шампуров. Всё. Можно уже отправлять наше мясо, рыбу в печку. Всё. Я отправляю вот сюда вот всё. Всё, друзья, всё поставила на 30 минут. Запекать можно не только в печке, но и на мангале, как в шашлык. И в обычной духовке. Тоже будет очень вкусно. Всё закрыли. Ждём 30 минут. Неудобно было снять печку внутри, блин, из-за солнца. Ну, думаю, как-нибудь вы нас поймёте, извините, если качество не очень. Печь у нас словно среди кукурузных полей. Кругом такие кукурузы. Вокруг вот так бетонированы. Удобно, в общем. Кукуруза. Значит, когда мясо будет готово, я вытащу, а жаришь останется очень сильно. Прямо в шкурку вот так вот брошу туда кукурузу. Он будет как бы там жариться, париться. Одным словом, вкусно получается. Прямо в шлухе. Ну, солнце не даёт. Да всё видно. Прошло полчаса, всё готово. Будем доставать. Ну вот, друзья, всё у нас готово. Вот такое вот красивое, корочка обалденная, хрустящая. Сейчас немножко остынет. И будем освобождать от верёвок. И будем нарезать. Ну, а пока здесь в печи горячий, сразу накидаем. Да, сейчас кукурузу. Прямо вот в этот кукурузу. Всё, накидаем туда и потом заберём, да, Марина? Да, будет печёная кукуруза тоже вещь. Так, накидала кукурузу, не знаю, видно, не видно. Слушай, тут такая жара, можно ещё кабана жарить. Ага. Вообще. Он даже не остыл, можно сказать. Так, ну вот, разрезаем нашу рульку на кусочки. Очень хорошо режется. Нежная, мягкая, сочная. И хрустящая корочка. И хрустящая корочка. Обалденная. Посмотри, пожалуйста. Какое великолепное. Да, и сочин такой. Прямо течёт сок. Очень сочный. Обалдеть. Ну вот, друзья, я накрыла праздничный стол в честь дня рождения моего супруга. Поздравила его, так сказать. Вот мой запечённый карп в печке, который я запекала. Вот такой вот с корочкой вкусный. Салат деревенский. Салат деревенский, да. Грудинка, сыр. Всё домашнего производства. И, конечно, рулька, которую мы делали. Рулька просто обалденно. Вкусная, нереально. Наш любимый салат из портулака. Да, разная зелень здесь. Портулак в основном. Сельдерей. Укроп. В общем, много чего. А, кстати, подожди. А где наш самогон? Не самогон, а напиток наш? Да, мы первый раз сделали самогон, собственно, производством. Напиток наш. Да, это не самогон. Сейчас мы его так же поставим. Вот такой вот у нас первый раз сделали. Очень получился качественный, хороший, без вредных примесей. Когда-нибудь тоже видео сниму. Обязательно. Да, очень качественный продукт. Ну вот, друзья. Мы же попробовали бы только чуть-чуть, поэтому он не полностью. Да. Ну вот и всё. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, хороших выходных и до встречи в следующем видео. Да, у нас, Марина, да, у нас вот смотри, этот у нас беседка вот эта всё. Да, мы сидим в беседке. Да. А у нас за беседкой виноградный сад, так называемый, небольшой. Так что всем спасибо. Мы сегодня отдыхаем. До свидания, счастливо, до новых встреч.